Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В четверти кредиторы. Только 1% приходится на налоговую службу. Два дела в прошлом году. Стремление граждан объявить себя банкротами в налоговой связывает прежде всего с возможностью избавиться от долгов, поскольку при завершении процедуры банкротства из-за отсутствия у должника имущества неудовлетворенные требования кредиторов списываются. Программа Экономика. МФЦ становится ближе к бизнесу. На базе МФЦ могут появиться специальные окна, которые будут обслуживать предпринимателей и юрлиц. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства России. Бизнесмены смогут обратиться в МФЦ для решения некоторых спорных вопросов. К примеру, специалисты помогут составить бизнес-план, помочь в оценке рисков и страховании имущества. Можно будет написать заявление на получение субсидий или микрозаймов. Подобные нововведения призваны снизить коррупционные риски, пишет портал iKirov.ru. Теперь бизнесменам не придется общаться с представителями органов власти, а сам процесс получения информации не будет занимать много времени. Кроме того, к 2018 году по всей стране могут появиться МФЦ, которые будут специализироваться на предоставлении услуг только бизнесменам. На полторы тысячи сократилось число людей под риском увольнения. Об этом заявил начальник службы занятости Андрей Нечаев на заседании областного координационного комитета содействия занятости населения. По его словам, благодаря программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда удалось сохранить работу 800 работникам, находящимся под угрозой увольнения. Также дополнительно трудоустроены более 400 уже сокращенных с предприятий региона, инвалидов и выпускников СУЗов. Численность граждан, находящихся под угрозой увольнения, сократилась с 6500 человек до 4700. В завершении валютах доллар на сегодня 59.22, евро 62 рубля 74 копейки. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове.